Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодня я, директор Музея Моды Оксана Федорова, буду вашим личным и господсоводом. Я открою для вас все уголки нашего музея и расскажу вам о наших тайнах. Мы находимся с вами в части старого гостиного двора, отданного более ста лет назад под нужды Московского учетного банка. Для нового проекта в 1903 году был приглашен Карл Гиппиус, известный по работам над московским зоопарком и чайным домом на Мяснецкой. При входе вас встречает уникальный образец керамической плитки торгового дома Мер и Мерелис. Почему стоит обратить на нее внимание? Дело в том, что в Москве остались единицы зданий с сохранившейся напольной плиткой, да и другими предметами интерьера и отделки от этого некогда популярного торгового дома. Универмаг, построенный шотландцами Арчибальдом Мерелизом и Эндрю Мюром, существовал в России с 1857 года. А после революции в 1917 году перешел в ведение Мосторга. Первый розничный магазин торгового дома Мер и Мерелис находился в здании на Театральной площади, построенном в 1885 году. После нескольких пожаров в начале 20 века было построено новое здание магазина, теперь известное москвичам и гостям столицы, как здание ЦУМа. Чтобы попасть в выставочный зал, каждый посетитель преодолевает путь в 36 ступеней по широкой лестнице из белого мрамора. Входные двери и обшивка стен выполнены из моренного дуба. Отличительной чертой всех интерьеров начала 20 века это хорошо продуманные детали, выполненные в едином стиле. И наш вестибюль не исключение. Изысканные ручки дверей, лепнина потолка и даже росписи стен являются ярким примером модерна. Стены лестницы украшены лепными маскаронами, сопровождающими посетителей на всех этажах. Такие маски были характерным элементом декора для архитектуры эпохи модерна. Стиль модерна – это вдохновение природы, ее изгибами и силуэтами. Посмотрите, сколько здесь листьев и веток. Настоящий райский сайт. Каждая комната музея достойна детального изучения. Например, здесь потолок украшен лепными листьями генкобелоба, горячо любимого архитектуры модерна растения. В лестничных пролетах музея расположены старинные зеркала. Они украшают здание уже более ста лет. Представьте, сколько лиц смотрело на свое отражение в них. А сейчас я открою для вас еще один секрет. В настоящий момент у нас монтируется выставка, которая скоро откроется. И у вас есть уникальная возможность посмотреть, как это происходит. Из-за манекенов и конструкций выставки плохо видны размеры зала. Но можно представить, какой он большой. Ведь это было главным помещением Московского учетного банка. И снова у нас над головой богато украшенный потолок с лепниной, светильниками и росписями на тему искусства, торговли, науки и техники. Еще один секрет, куда не попадает ни один посетитель. Это черная лестница, ведущая в хранилище фонда музея. Я думаю, что сейчас у всех возник вопрос про дверь. У всех ли музеев такая дверь в хранилище? Конечно же, нет. Это настоящий сейф банка, в котором хранились сбережения клиентов. Судя по тому, как эта дверь тяжело открывается, за сохранность сбережений никто не переживал. А сейчас мы с вами попадаем в святая святых. Самое удивительное помещение – это хранилище наших фондов. Здесь хранятся старинные платья, обувь и аксессуары. Все это часть истории, которую мы бережно храним и демонстрируем на наших выставках. Наша коллекция также дополняется предметами современного дизайна – костюмы и платья российских дизайнеров, работы мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников. Сегодня у вас есть уникальная, редкая возможность посмотреть, как хранятся музейные экспонаты. Для безопасного хранения коллекции банковский сейф был оборудован специальными противопожарными стеллажами и сигнализацией. Эти стеллажи мобильны, их легко можно передвигать с помощью специального рычага. Обязательный материал для хранения предметов искусства – миколентная бумага. Это специальный сорт бумаги, который производится из хлопка, а не из древесины, как традиционная бумага. Она устойчива к высоким температурам и абсолютно экологична. Этот вид бумаги используется во всех хранениях, реставрации и при перевозке произведений искусства, поскольку благодаря технологии производства он не подвержен влиянию солнечных лучей и обладает особой прочностью. Такие упаковочные материалы, как воздушно-пузырчатая пленка, крафт-бумага и вспененный полиэтилен могут оставить на экспонате следы ворса и пыли, повредить лакокрасочный слой, вызвать пигментацию или изменение цвета. Чего не случится при использовании миколентной бумаги. Наша коллекция уникальна, и я покажу вам несколько предметов, которые были модными в разное время. Начнем с коллекции костюмов Сергея Воронина, чью виртуальную выставку вы сможете посмотреть на портале «Музейная Москва». Есть в нашей коллекции и такие же мчужины, как мужская жилетка XVIII века и платье XIX века. Здесь находятся предметы фонда. В домах одеваем перчатки обязательно. Давайте заглянем. А вот и мужской жилет конца XVIII века. Он выполнен из льняного и шелкового полотна и украшен ручной вышивкой. Здесь хранятся комплекты ориентировочно 1890 года. Вот, к примеру, лифт из шерстяной ткани фисташкового цвета. А это платье модного дома Redfen. Это отдельный лифт и юбка, выполненные из черного бархата, с деталями из шелка. Как вы видите, украшен лифт кружевом, мехом, бисером и ручной вышивкой. Среди экспонатов немало печатной продукции. Отдельный стеллаж отведен под модные журналы разных годов. От французских изданий конца XIX века до современных экземпляров отечественного глянца. Еще одна уникальная деталь нашего хранилища – это кованая лестница, которая повторяет все мотивы, которые мы с вами видели в вестибюле. На втором этаже у нас хранятся сумки, шляпки, обувь и различные аксессуары, которые красноречиво говорят о своем времени. В этих стеллажах хранятся различные шляпы. Здесь можно найти шляпку 30-х годов и авторские аксессуары 2000-х. А это экземпляр 1950-х годов бруссельской фирмы Modus Chais. Шляпка выполнена из фетра и шелка, а украшена корсажной лентой и изящными искусственными цветами. Здесь вы видите обувь и сумки. Среди сумок есть хорошо сохранившиеся экземпляры первой половины XX века. На онлайн-выставке на портале Музейная Москва можно детально рассмотреть экспонаты из этих стеллажей. Украшенные бисером театральные минадьеры и повседневные сумочки. Большая часть коллекции передана нам в дар. Многие из этих пор обуви долго носились хозяйками. Одежда и аксессуары из личных коллекций тем и ценны, что в действительности отражают моду своего времени. Хочу показать вам настоящее сокровище – веер конца XIX века. Такие аксессуары девушки брали на свадьбы. Веера были популярными во Франции и России. Мы видим композицию, изображенную на тканевой части веера, которая называется «экран». Обрамлялся такой экран резьбой на кости. Выглядит очень элегантно. Помимо уникального хранилища фондов, у нас есть еще одна интересная дверь, которая ведет прямиком из нашего музея в адрю гостинного двора. В оригинальной постройке здесь не было стеклянного купола. Во внутреннем дворе Атриума была торговая площадь, где заезжие купцы могли поставить повозки с товарами. В наши дни здесь проводятся различные выставки, на которых, возможно, вы и бывали. Еще один интересный объект в нашем музее – это уникальная кованая решетка, оставшаяся нам в наследство после Московского учетного банка. Ее конструкция обеспечивала надежную защиту деньгам и драгоценным металлам, которые хранились в кассах банка. Сейчас давайте пройдемся по залу, который скоро вы увидите на наших выставках. И глядится. Мы находимся на четвертом этаже. Изюминка этого зала – потрясающая. Обратите внимание на большую люстру на потолке, которую дополняют росписи с растительным узором. Если вы обратили внимание, стены залов музея окрашены в природные цвета, что также характерно для этого декоративного стиля. Мы видим с вами приятные глазу оттенки зеленого, розового, неяркий желтый. Дополняют этот интерьер четыре круглые колонны с лепным декором в египетском стиле. Наша экскурсия подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Теперь я жду ваши вопросы в комментариях к видео, на которые мы обязательно ответим. Автора самого оригинального и интересного вопроса я приглашу к нам в музей на выставку. Ждем вас в музее. До скорых встреч, друзья!